Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на почему можно победить насекомых с острова гигантских насекомых от Звездного Капитана. Думаю, здесь мы поймем, почему можно, как нельзя, как можно, думаю, все подобное разберем в этом видео. В данном видео я расскажу вам, как победить насекомых из аниме Манги остров гигантских насекомых. Ну, используя их слабости, это логично. Почему нельзя победить мой 75? У каждого насекомого есть... Ну, у каждого насекомого есть слабости. Виной всему стало столкновение их самолета с огромной стрекозой, поэтому у них и не было никакого вменяемого оружия. Это я к тому, что огнемет, базука или танк вещи, конечно, хорошие, но под рукой у героев их не было. Поэтому им приходилось использовать штуки-дрюки, которые они делали из подручных средств. А если бы одна из главных тянок не была фанаткой насекомых, то приключения героев закончились в первый же день пребывания на острове. А ведь им до прибытия спасателей нужно было продержаться целых три. Своё повествование я буду вести в точно таком же порядке, в котором я рассказывал вам о самих насекомых в роликах ужаса острова гигантских насекомых. Поэтому первыми у меня пойдут бабочки, парусник мака или хвостоносец мака. Эти существа, обнаружив добычу, фиксируют ее своими лапками, а после протыкают тело хоботком и высасывают содержимое досуха. Решения этой проблемной ситуации довольно много. Можно начать с самого хоботка. Его можно попытаться вырвать или порезать ножом. Благодаря острию на конце хоботок легко протыкает плоть человека. Правда, при этом он является одной из самых уязвимых частей бабочки. Стоит также помнить, что существа не фиксируют свою добычу мертвой хваткой, а лишь ставят вокруг нее свои конечности. Вас вообще в целом ничего не удерживает, кроме страха перед огромной летающей сосалкой. После повреждения хоботка парусник мака попросту улетит, так как не сможет причинить вам вреда другим способом. Не пытайтесь что-то сделать с телом самой бабочки. Твари покрыты прочной оболочкой, которую при ударе сломается нож и отскочит топор. Что вам следует сделать, так это сразу же заняться крыльями. У героев был спрей для волос, которым они сожгли несколько парусников мака. Если нет спичек или зажигалки, то можно забрызгать бабочку этим же спреем, лишив ее возможности ориентироваться в пространстве. Еще вы можете использовать дополнительные средства, например палки. Поможет и просто разведенный огонь, особенно если в него набросать листвы. Это отпугнет бабочек из-за повышенной чувствительности к такому запаху. Плюс можно таскать с собой мертвое тело одного из парусников, запах которого отобьет интерес приближаться к вам у все еще живых бабочек. Правда, это может привлечь других насекомых. Далее у нас идут лейкохлоридии парадоксальные. Такой паразит проникает в ваше тело и вылезает через глаза, беря частично вас под свой контроль. Если все описанное уже случилось, то помочь вам будет невозможно. Ну, можно попытаться предотвратить само проникновение в ваше тело. Самый оптимальный способ иметь под рукой антигельминтные препараты. Это такие лекарственные вещества, служащие для выведения всяких паразитов из вашего тела. Глисты и прочая гадость... Ты не пройдешь, глист. ...время после употребления препарата просто выйдут в мертвом виде через вашу попку. Вы не поверите, но во время путешествий в другие страны многие берут с собой помимо обычных лекарств. Также и глистогонные средства. На всякий случай. Утянок в аниме и манге они также оказались под рукой, что и спасло их от возможного заражения. Подхватить же гигантских лейкохлоридий на нашем острове вы можете попив воды из прудика, скушав немытых ягод, сырое мясо или рыбу. Воду нужно кипятить, а пищу термически обрабатывать. В реальной жизни волноваться не стоит. Лейкохлоридий не паразитирует на людях. Вроде как. Вроде как. Друзья, не забывайте ставить лайки. 70 тысяч и вас будет ждать новая часть ужасов острова гигантских насекомых. Далее у меня в списке идет протогермесграндис. С этим огромным и мощным насекомым не стоит встречаться в открытом поле. Это вы, надеюсь, уже и сами поняли. Своими гигантскими клешнями он сделает из вас Оливье в один момент. А покрытое броней тело Грандиса невозможно пробить палками и ножами. Вы можете попытаться проткнуть его глаза, но хищник вряд ли позволит вам это сделать благодаря своей стремительности и ловкости. Если же он уже летит за вами, ни в коем случае не бегите по прямой линии, а передвигайтесь зигзагами. Протогермес будет не в состоянии повторять такие маневры. По прямой ему удобно, конечно же. Даже если вы спалите ему крылья, это не убережет вас от встречи с самим Грандисом. Это вам не бабочки. Поэтому стоит полагаться на хитрость. И тут на помощь нам приходит фототаксис. Двигательная реакция насекомого, вынуждающая его лететь к источнику освещения. Как следствие, вам понадобятся мощные лампы для привлечения внимания Грандиса. Судя по словам главной тянки, у насекомых есть одна особенность. Они могут выполнять лишь одно действие за раз. То есть, если монстр, например, поедает вашего друга, то вы сможете потихому прошмыгнуть мимо него и подготовить ловушку. Что же сделали герои аниме и манги? Они накрыли покрывалом включенные прожекторы на вышке. Затем внимание хищника привлекли громкими звуками. Фанатка насекомых стала убегать от Грандиса к вышке. Оказавшись в нужной точке, героиня сдернула покрывало. И Грандис, не имея возможности справиться со своими инстинктами, атаковал прожекторы. Персонажам просто оставалось поднять мощность, и в итоге монстр погиб от удара током. Ну а теперь переходим к нашим любимым милашкам Оводам. Даже в реальной жизни эти твари представляют существенную угрозу всему живому. Особенно если вы любите в свой отпуск отдыхать в Южной Америке. Из путешествия вы можете приехать уже не один, а с детишками. И самое стрёмное, что удалять поток, что можно лишь после того, как оно созреет. Выглядеть это будет как-то так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. На острове гигантских насекомых личинки Овода... Я не собираюсь чесаться! ...предпринять, чтобы не стать инкубатором для этих тварей. Самым идеальным способом защиты будет огонь, сброшенный в него листвой. Дым и запах сжжённых листьев отпугнёт Оводов. Старайтесь разводить костёр в наименее продуваемом месте, Так как ветер сведет всю вашу оборону на нет. Сами по себе гигантские оводы, кроме откладывания у вас личинок, другого вреда вам не причинят. А потому можно спокойно пытаться использовать против них физическую силу. Если вас несколько, то один человек может использовать факел. Остальные будут бить незваных гостей тяжелыми предметами. Опять же, если вы вдруг летели в Южную Америку и ваш самолет упал на острове гигантских насекомых, то у вас должны быть под рукой специальные химические средства защиты, которые прекрасно справляются против оводов. Если их нет, то можно использовать народное изделие. Популярную ловушку для оводов в виде полиэтилена и черного шара сделать не получится из-за большого размера наших насекомых. А вот одеколон с добавлением измельченной гвоздики летающих мерзотников уже будет отпугивать очень даже хорошо. Также оводов отталкивают запахи мыла, лимонного аммиака и мяты. Уж что-то из этого точно будет восстанавливаться в саларе и багаже. Или на самом острове, учитывая, что тут много домов убитых насекомыми местных жителей. На очереди у нас клещи. На острове эти твари представляют огромную угрозу для всего живого. Они засекают ее жертву при помощи специальных рецепторов и молниеносно атакуют ее. Если у вас нет под рукой какого-нибудь репеллента, то все очень скверно. Самым лучшим и банальным способом решения проблемы с клещами будет просто с ними не встречаться. Но если вы вдруг оказались в самом центре их места обитания, то стоит помнить следующее. Эти огромные паразиты реагируют на вибрацию, перемены температуры и ваше дыхание. Поэтому если вы при виде клещей испугаетесь, начнете быстро и часто дышать, будете кричать или попытаетесь убежать, вы первый претендент на хрум-хрумку. Вместо этого постарайтесь как можно скорее успокоиться и очень медленным шагом покиньте место обитания паразитов. Нормализуйте, а еще лучше замедлите сердцебиение путем глубоких вдохов и медленных выдохов через сжатые губы. Ага, ты так легко это говоришь, камон, на тебя там кровососи такие лезут здоровые, блин, а ты давай успокойся, чтобы у тебя сердце не билось. Да ты будешь волноваться там, конечно, естественно, на тебя там падает такая толпа, блин, волосатых там таких маленьких говнюков, блин, камон, какое там спокойно. Это надо, не знаю, иметь железнобетонные нервы, кто, точнее, что не каждый на это способен вообще в принципе, блин, я чуть не оговорился. Не каждый способен нервишки-то держать. Нет, понятное дело, да, так вот рассуждать-то легко, но если на тебя накинется вот эти кровососи, кровососи отвратительные волосатые, то тут-то будет недоспокойствие. Масло. Я бы обмазался, я бы все растительное масло на себя вылил бы, и все равно бы не помогло, наверное. Подмышки. По пути к выходу, если почувствуете угрозу, бросайте в сторону камни, предварительно подержав их в сжатой ладони. Таким образом вы их немного нагреете и спровоцируете клещей заняться именно ими. Серьезно, они же огня боятся же. По заветам тупых советов из иностранных роликов «Как победить», можете для большей уверенности кинуть в клещей своего друга, еще больше обезопасив свой путь. Ну а если друзей вам жалко, то тогда переходим к осамомофилам. Чтобы не стать их жертвами, достаточно следовать одному простому правилу. Услышав их приближение по характерному жужжанию, просто оставайтесь на месте и не двигайтесь. Лучшим решением будет лечь на землю или встать под дерево. Оса попросту не обратит на вас никакого внимания и улетит. Однако, если вы все же накликали на себя беду и вас схватили, то выбраться самостоятельно у вас уже не получится. После того, как вас ужалят, вы еще половину дня будете валяться в бессознательном состоянии. Это позволит личинкам мамофилов вас покушать. А если вы и придете в себя, то личинки своими укусами накачают вас особым веществом, не позволяющим вам сопротивляться. Спасти из такой ситуации вас смогут только друзья, при условии, что вы их не скормили клещам. Для отвлечения осели, даже временного выведения ее из строя, можно использовать спрей для волос. Среди багажа один такой флакончик точно можно будет найти. Такое средство временно лишит ос возможности ориентироваться в пространстве. Однако, не убьет из-за слишком большого размера насекомого и невозможности перекрыть спреем дыхальца на теле. А еще можно разбавить в воде моющее средство, кондиционер для белья и другие похожие вещества. Если облить такой субстанцией гнездо аумофила, то на запах слетятся другие осы. Тут дело-то в том, что обсуждаемые твари не терпят соседства. Вследствие чего представители одного и того же вида могут устроить смертельную битву. Переходим к многоножкам. Можно заставить их между собой фигачиться? Да, 80 метров в длину и панцирь не пробить огнестрельным оружием. Одна такая дура смяла боевой корабль в труху, просто обвернувшись вокруг него. А половину команды превратила в фарш. Победить ее обычными способами не представляется возможным. Но есть несколько хитростей. Во-первых, вам не стоит двигаться. Если вы попытаетесь убежать, гигантская скалопендра выберет вас в качестве основной цели. Во-вторых, можно тихо подождать, пока монстр съест достаточное количество пищи, людей или других насекомых. После этого многоножка уползет в темное сырое место, где останется какое-то время, давая вам шанс убежать. В-третьих, можно отвлечь внимание скалопендра одним интересным приемом. Во время сезона спаривания они выделяют феромоны, привлекая партнеров. Если собрать несколько негигантских многоножек и бросить их в огонь, то такой запах привлечет огромную скалопендру. Пока она будет заниматься шашлыком, у вас будет достаточно времени, чтобы убежать. Ну и в-четвертых, если на пришедшем спасать вас корабле будет базука, то уничтожить тварину не составит особого труда. Ой, как удобно. Это все на сегодня. Ну ладно. Ну ладно. Хотя много способов было рассказано и в самой аниме, но естественно, при встрече бы с насекомыми таких размеров мы бы офигели бы просто. Ну правда. Я говорю сразу за себя. Я бы офигел бы. Я бы так бы офигел бы, что ты такой, да, ну нафиг, вы что гоните, что ли? Естественно, бы нервничал, переживал бы где-то. Лично бы, да, у меня было бы огромнейшее желание жить-выживать и все возможные способы придумывать, лишь бы обезопаситься. Вот, я думаю, и у каждого так же. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok